Здравствуйте, друзья! Это Алексей Куткин, экологическая экскурсия в Петербурге. Так случилось, что животные и человек обычно выбирают раньше для своего места питания, жизни одни и те же места. Дело в том, что не случайно, потому что человек, он тоже животное, и если рыба ищет там, где глубже, то человек также выбирает самое подходящее для себя место. Соответственно, в тех местах, где он поселялся, всегда было много дичи, животных, птиц, было приятно жить, было много растений, ну и соответствующих людей. Не умудрено, что раньше и животные, и люди жили поп-у-у-у, но как-то попытаясь взаимодействовать, либо, по большей части, не мешая друг другу. Так случилось с Петербургом, когда Петр первые тридцать лет назад основал здесь город. Видимо, здесь было довольно привлекательное место, несмотря на полуточную местность. И это место было также любимо животными и птицами, как, в общем-то, сейчас любимо многим петербуржесам. Однако, за последние сто лет город разросся и практически уничтожил все живое внутри себя. Исключением остался небольшая акватория на Финском заливе, ну и окрестные леса, конечно же. Однако, сто лет для природы, для птиц это не срок, и птицы продолжают лететь точно так же, как летели тысячи лет назад. Останавливаются здесь на стоянке, так же, как они привыкли это делать в течение долгого-долгого времени. Генетическая память работает. Но, увы, увы, к сожалению, с каждым годом делать им становится все это труднее и труднее. Результаты по причине самые разные, потому что, быть может, и местами этих мест стоянок просто не осталось, где можно остановиться. Местами рядом с ним проходят оживленные трассы, рыбаки активно ловят рыбу, отпугивая многих мигрантов. Ну и еще, может быть, масса причин, влияющих на то, что в окрестках Петербурга остается все меньше и меньше птиц в целом, и на стоянках, миграционных стоянках, просто в частности. Продолжение следует...